Стало известно, что компания Микростратегия овладеет примерно 100 тысячами биткоинами. Многие новички на рынке все время спрашивают, правильное ли сейчас время для покупок. Я думаю, для покупки всегда правильное время. У нас долгосрочные взгляды на все это. Последнее десятилетие было первым для биткоина, и к марту 2020 он достиг мультимиллиардной капитализации. Я думаю, что пандемия стала катализатором следующей фазы роста и привела к взрослению биткоина, что привлекло внимание институциональных инвесторов. Я думаю, что следующее десятилетие станет тем периодом, когда институционалы, корпорации, правительства и им подобные примут биткоин как цифровой актив. Есть ли у вас какие-нибудь переживания по наращиванию такого огромного долга для покупки биткоина, очень волатильного актива? Скорее всего, завтра я запущу опрос в Твиттере и спрошу у людей, как они считают, будет ли биткоин в следующие 7 лет в среднем расти больше, чем на 6% в год. Люди сами решат. Пол Тюдер-Джонс сказал, что 5% его портфеля составляет биткоин. Он сделал это в ответ на мягкую риторику ФРС по поводу инфляции. Есть ли у него причины для беспокойства? Есть ли у вас беспокойство по поводу инфляции и ФРС? 6 месяцев назад информации по инфляции не было, и мы могли лишь предполагать, что она достигнет 2%. И когда это случится, что сделает ФРС? Затем ФРС поменяли свои прогнозы и решили ничего не делать, пока инфляция не превысит 2% в длительном промежутке времени. Сейчас, я думаю, инфляция составляет 5%. Мы рассчитываем ее по стандартам индекса потребительских цен. Так что у институционалов есть причины, чтобы беспокоиться об инфляции, особенно с той безудержной инфляцией на товары. Я думаю, что слова Пола Тюдера-Джонса очень позитивные для биткоина. Ведь он сказал, что увеличивает вложение в биткоин с 1-2% до 5%. И это прекрасно. Я думаю, что это сигнал о приближающемся институциональном принятии биткоина. Очень разумно смотреть на денежную инфляцию сейчас и искать способы защиты от нее. Кстати, Сальвадор же признал биткоин как законное платежное средство. Совсем недавно Центральный Американский Банк Экономической Интеграции поддержал Сальвадор с технической стороны. А президент Танзании подгоняет Центральный Банк страны с подготовкой к глобальному криптовалютному принятию. Мы наблюдаем эффект домино. Что вы можете сказать по этому поводу? Ясно же, что множество наций по всему миру испытывают проблемы. И им нужен какой-то резервный актив, такой как биткоин. Доллар США распространяется везде. Сальвадор потерял свою национальную валюту после последней гражданской войны. И они используют доллар США как средство обмена. Но им нужно средство сбережения. И еще им нужен способ перемещения миллиардов долларов через границу без уплаты огромных комиссий и риска санкций. То, что мы видим в Сальвадоре, это будущая модель цифровой экономики 21 века. Миллиарды людей будут с цифровыми кошельками на мобильных устройствах, в которых будет цифровая валюта по типу доллара США. Скорее всего, в виде стейблкоина. Еще в кошельке будет цифровой актив, например, биткоин. Биткоин предоставляет возможность для любого человека, особенно в Сальвадоре, сохранить свои деньги в активе, который со временем будет увеличивать свою стоимость. Также это создаст мировую расчетную систему и синхронизированную сеть, которая позволит кому угодно в мире присоединить свой сайт, мобильное приложение или банк в глобальную денежную сеть. И эта сеть не будет вынуждать платить 10% комиссий за передвижение средств. А само передвижение не будет занимать дни или недели. Сальвадор – это начало этой модели. Я испытываю большой энтузиазм из-за того, что 1,7 миллиарда человек не имеют доступа к банковским услугам. Им нужно то же самое – телефон на андроиде за 50 долларов, банк в кармане и актив, который будет расти в стоимости. А как вы думаете, что случится с долларом в будущем из-за всего этого цифрового экономического сдвига? Я думаю, что доллар США распространится среди 5 миллиардов человек. В этом десятилетии, скорее всего, будет взрыв доллара США как мировой резервной валюты. Но я говорю о цифровом долларе. Именно он будет в каждом телефоне, в каждой стране Африки, Азии и Южной Америки. Он будет двигаться по рельсам биткоина. Открытый денежный протокол биткоина – это то, что позволит цифровому доллару США распространиться среди миллиардов людей. В инфляционной среде деньги разделятся на две формы. Средство обмена – назовем это валютой, которая будет контролироваться государствами. И доллар США будет самой влиятельной валютой среди них. И средство сбережения – актив. И биткоин – это самое сильное средство сбережения на Земле. Я имею в виду, что доллар США на криптовалютной основе распределится среди миллиардов людей. Для того, чтобы он стал доступен в Южной Америке, Африке и Азии, он должен быть подключен к открытой денежной сети. И эта сеть – биткоин. Многие люди думают, что между долларом и биткоином есть конфликт. Но на самом деле его нет. Вы увидите, как доллар и биткоин будут распределяться среди миллиардов людей. Миру нужны они оба. Средство обмена, совместимое с платежными сетями высокой скоростью, и средство сбережения. Но мы видим, как правительство, например, бывший президент Трамп, говорят, что биткоин – это скам. Сенатор Элизабет Уоррен говорит, что биткоин слишком волатилен, стейблкоины слишком опасны, что нам нужно создать свой собственный ЦВЦБ – проект цифровой доллар. Так как же это все вписывается в вашу концепцию? Я вижу множество индикаторов и сигналов, что целый мир начинает понимать, что такое биткоин. Самая мощная технология десятилетия. Они только сейчас начинают это замечать и понимать. Но они не хотят использовать биткоин. Они просто отмечают это сейчас, но по правде они осознают, что в мире есть 8 миллиардов человек. У многих из них есть мобильные устройства. Им всем нужна валюта на этих устройствах, и им нужен актив. По мере того, как мир начнет приходить в себя, они поймут, что единственный путь предоставить цифровую валюту всем людям в мире – сделать это с цифровым активом через открытый денежный протокол. И этим протоколом является биткоин. Вы настоящий биткоин-оптимист. А что вы думаете о других криптоактивах? Вы видите, как они добавляются к ядру цифровой экономики – биткоину. У всех них собственная цель. Криптосфера – очень сложный мир, и я не являюсь экспертом в других криптоактивах. Но я думаю, что биткоин является самой доминирующей цифровой собственностью на Земле. Он находится в основе всего этого. И если вы собираетесь распространить цифровую валюту, он является активом для миллиардов людей на планете. Очень интересные мысли транслирует этот человек. Мне он прямо очень нравится. Да, он может ошибиться. Все люди ошибаются. Но мне очень нравится то, как он верит в то, о чем говорит. Таких искренних людей сейчас мало. А что ты думаешь по поводу услышанного? Напиши в комментариях. А также не забудь подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы говорим о криптовалюте каждый божий день. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok